Мастер и Маргарита Вам известно происхождение крепостного права. Оно у нас прежде не существовало. Право это установлено самодержавной властью, и только самодержавная власть может уничтожить его. А на это есть моя прямая воля. Так отвечал император Александр II противникам отмены крепостничества в России. 5 марта 1861 года во всех церквах империи был зачитан этот его знаменитый манифест. Реформы царя-освободителя. У нас в гостях историки Лариса Захарова и Сергей Мироненко. Здравствуйте. Автор и редактор книг и публикаций «Самодержавие и отмена крепостного права» и «Переписка цесаревича Александра Николаевича с Николаем II». Сергей Мироненко – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доктор исторических наук, директор Государственного архива Российской Федерации, автор книг и публикаций, в том числе «Самодержавие и реформа» и «Тайные страницы истории самодержавия». В 2009 году исполняется 150 лет со времени открытия известного памятника Николаю I. В 1859 году на Исаакиевской площади был вот этот конный памятник. И там есть четыре барельефа. Первый барельеф посвящен событиям декабря 1825 года, восстанию декабристов и эпизоду, в котором принял непосредственное участие семилетний будущий император Александр II. Николай вынес наследника, чтобы показать гвардии, что наследник жив, что он здесь. Это, я думаю, были одни из самых сильных впечатлений таких первых лет жизни Александра II. И вот полтора столетия прошло. И вот как воспитывали наследника престола? Вообще, это тоже любопытно. Александр II был так, если взглянуть в череду XVIII века со всеми дворцовыми переворотами, сложными отношениями Екатерина с своим сыном Павлом и какими-то стремлениями, может быть, не вполне завершенными, передать престол через Павла, Александру. Александр Николаевич, будучи Александром II, я думаю, первый из наследников, который воспитывался как наследник российского престола. У заговорщиков были планы убийства Николая I, конечно. Конечно. Положение было серьезное. Ведь, поймите, за этим выступлением гвардии стоял XVIII век. И европейский, простите, опыт. И европейский опыт. Но больше гвардия ведь считала, что она может поставить нового императора взамен старого. Соблазн-то велик. Соблазн был велик. И напомню, что два российских императора в конце концов от рук гвардейцев пали в XVIII в начале XIX. Петр III, Павел I был убит. Так что ситуация была не из легких. Петр III был убит в результате переворота, после которого императрицей была объявлена его супруга Екатерина II. По одной из версий, Петр III был убит гвардейцами во главе с Алексеем Орловым в замке в Ропше 18 июля 1762 года во время спровоцированной драки. Павел I был убит в результате переворота устроенного гвардией во главе с графом Палином. По одной из версий, Павел I был задушен шарфом в собственной спальне в Михайловском замке в ночь на 24 марта 1801 года. Когда пушки грянули у Марьи Федоровны, матери Николая, бабушки Александра Николаевича, начался нервный тит, который продолжался у нее до смерти. И в Николае I этот страх сохранялся. Когда в 1835 году он отправлялся в Польшу, смотри, осмотр войскам в Калиш, он оставил письмо за вещание своему сыну. Вся семья ехала со всеми детьми с Николаем I. И только Александр Николаевич оставался в Петербурге. Когда через два месяца Николай вернулся, он разрешил сыну открыть это письмо. В нем было завещание. Николай опасался террористического акта со стороны поляков. Не так давно прошло польское восстание. И он завещал сыну, если повторится то, что при твоем воцарении, то, что было 14 декабря, не теряйся, садись на коня и усмири. Если надо, лучше пролить кровь немногих, но спасти многих. Вот это он завещал. На самом деле, когда пришло время царствования Александра II, этой угрозы не было, а был совсем другой ход Крымской войны. И еще я хотела сказать, что о судьбе Петра III и Павла I, родного своего дедушки, Александр Николаевич узнал от отца, Когда ему было 14 лет, Николай специально вышел с ним на Ангельскую набережную, они обедали, а потом вышли, и рассказал о судьбе этих императоров. И велел никогда никому ничего об этом не говорить. Об этом есть запись в дневнике Александра Николаевича. Но это что значит? Он с детства знал с 7 лет о декабристском этом выступлении, а с 14 лет о судьбе Петра III и Павла I. То есть он, конечно, через свою жизнь эти впечатления вынес. Александр II внутренне был очень сильный и бесстрашный человек. Но вот эти бесконечные покушения. Он ни разу не бросил свои прогулки по набережной, по летнему саду. И многие жители Петербурга видели эту фигуру императора. И не изменил привычкам, что, собственно, и лежало в основе заговора. Ничего, ничего. И главное, он достаточно так фатально относился к этому. Он был уверен, что все-таки все в руках Божьих. Сергей Владимирович, я с вами совершенно соглашусь, что он не боялся террористического акта. Он был очень храбрым. Когда в 850 году он путешествовал по Кавказу, знакомясь с Кавказом, проезжая через Дагестан, он вдруг увидел чеченский отряд. И не успели отреагировать вокруг. И наместник Воронцов его сопровождал, как он бросился в схватку и вообще мог бы там быть и ранен, и убит, проявив необыкновенное мужество. Он лично не боялся, бесспорно. Но то, что дворянство может быть недовольно, когда он начал проводить реформу, но мы это попозже уже будем об этом говорить, он не мог не учитывать, как Павлом были недовольны. Мне кажется, вот это не боязнь личная. Он очень храбрый человек. И вы правы, он еще верил, что ему покровительствует Бог и Божие провидения, и что он не будет убит. И лично так не боялся. Но вот эту оппозицию дворянства он как-то мог учитывать, когда шла уже реформа об отмене крепостного права. Несколько слов о его учителях. Это тоже очень важно, потому что личности незавыряднейшие. Вы знаете, действительно, тоже все было не так, как вот предыдущие царствования. Но прежде всего, главным воспитателем был выбран поэт Василий Андреевич Жуковский, что совершенно как-то ни до, ни после этого не было. Я думаю, что здесь было большое влияние матери, императрицы Александры Федоровны, когда прусская принцесса Шарлотта приехала в Россию и стала женой великого князя тогда, Никая Павловича. Жуковский был сначала ее чтецом, учителем русского языка. Вообще у них были очень такие тесные отношения. Надо сказать, что гений чистой красоты, то, что мы всегда связываем с именем Пушкина, эти строки Александр Сергеевич заимствовал у Василия Андреевича. И эти слова он обращал к Александре Федоровне в одном из стихотворений, посвященных ей. Так что вот этот выбор был необычен. Конечно, ведь главным образом раньше и наследников, и великих князей готовили к чему? К военной карьере. Они должны были быть военными. Преподавание военных наук оно было как бы основным. Здесь было совершенно по-другому. Жуковский составил план воспитания наследника престола. Именно как наследника. Именно как наследника. Вы знаете, это очень важная вещь, важная деталь. И у него были серьезные расхождения с отцом Александра Николаевича, императором Николаем Первым. Николай Первый был человек достаточно практический. И он, вспоминая свое воспитание, говорил, ну что вот, экономист, шторх, профессор, читал нам скучнейшие лекции по политэкономии. Ну мы что, так сказать, сидели, рисовали карикатуры на него с его братом Михаилом. Их вдвоем воспитывали. Нужна практика. Зачем эти заумные какие-то идеи? Василий Андреевич, наоборот, считал, что нужно наследника сделать европейски образованным человеком. Он должен знать русскую историю, он должен знать русскую литературу, он должен понимать и в экономике, поскольку он наследник. В конце концов, он должен знать опыт управления другими странами. В этом плане учения, так назывался план, составленный Василием Андреевичем, в 1926 году, как только Александр Николаевич стал наследником, сразу же Жуковский был назначен наставником и командирован в Европу. Он писал этот план в Дрездене полгода. И цель, конечная цель плана – это многообъемлющее знание, совмещенное с нравственностью. Вот к чему вел Жуковский. Он говорил, что Александр Николаевич не должен быть ученым, он должен быть просвещенным. И действительно, Александр Николаевич получил великолепное знание. Он с детства, вот уже став, три европейских языка, английский, французский, немецкий, причем устная речь и письменная. Польский. Он уже в 11 лет, проезжая к своему родному дедушке в Берлин, держал речь перед поляками и великолепно владел польским языком. Это тоже уважение, чтобы как-то... Да, император знает язык подданных. Да, да. Это, наверное, был последний случай. Кроме Рокоссовского, хотя бы не был императором. А попав в Италию позже, он стал самостоятельно изучать итальянский язык. Языками владел. Предметов масса. Русская история, конечно, но и французскую революцию изучал. Давали. И помимо этих предметов воспитание великолепное. Сам Жуковский, как пишет Александр в своих дневниках, проводил занятия, как нам надо себя вести. То есть и этикет, все преподавалось. И конкретные предметы, как ремесло, токарное, слесарное, тоже преподавалось. И спорт, фехтование, конный спорт. Он был гибким, гимнастика. И Николай считал самым вредным это праздное времяпрепровождение. Он имел отдых летом, наследник полтора месяца. Но и эти полтора месяца это путешествия, ознакомления с достопримечательностями. Ни в коем случае праздности. Но вместе с тем детство его не лишали. Он и с друзьями, и с кадетами, и с 11 лет девочек приглашали на эти, чтобы они умели себя как-то по-светски вести. И когда Александр Николаевич попал в Европу, путешествуя в 1938-1939 годах, то он покорил всех своей воспитанностью. Он был красив, изящный, галантный. И, например, Кюстин, который побывал в России, он считал, что подобного принца в европейских странах нет. Так себя вел Александр, и так он воспринимался окружающими. Я хочу напомнить, что когда Александр Николаевич был в Англии, в него влюбилась английская королева Виктория. И вообще нет истории этого сослагательного наклонения, но а если бы она стала его женой? Вы понимаете, как бы изменилась вообще карта мира. Напомню, что Виктория это бабушка всех последующих домов королевской Европы. Ее внуки, внучки, они практически заняли престолы всего тогдашнего мира, который ограничивался Европой. Супруга последнего императора, же ее внучка? Да, конечно, конечно. И влюбилась она в Александра Николаевича очень сильно, и при прощании, это все есть в документах. В ее дневниках есть опубликованных. В ее дневниках, да, что она страстно хотела поцелуя от Александра, и не такого, знаете, дежурного поцелуя, а вполне такого страстного. Пальмир Стон стоял на страже, он нависал буквально над ней. Александр был на год-полтора старше, и папа тоже из Петербурга контролировал ситуацию и писал ему, покажи, что ты взрослый, а она юная. Николай предполагал, что она может влюбиться. Но еще надо учесть ситуацию, что Александр ехал после Дармштадта, где, наконец, он нашел себе любовь в лице Марии, тогда ей не было 15 лет, дочери Людвига Дармштадтского. И уже влюбился в один миг, увидел в театре, влюбился страстно, и в ту же ночь написал отцу, что он сделал свой выбор. И отец смирился. Система воспитания, как воспитывали Николая, Михаила, предполагала телесные наказания. И великих князей пороли розгами за проступки. Николай вспоминал, что его воспитатель, генерал Ламсдорф, брал его за грудки и так сильно встряхивал, что он на какое-то время даже, может быть, терял немного сознания. Вот Николай, видимо, помня об этом, абсолютно исключил из воспитания наследника и следующих своих детей какое бы то ни было телесное наказание. Хотя телесные наказания существовали в России и были отменены только Александром Вторым. В 1963 году. Да, да, вы понимаете? Наказания были другие. Александр был очень живой мальчик, и он не всегда точно выполнял, что ему было велено. Наказывали, лишали какого-то блюда, которого он любил, или лишали театра. Театры, концерты, оперы, их приучали. Вот этого могли лишить. А более каких-то суровых наказаний все-таки не было. И по отношению к другим детям тоже. Николай старался быть им, своим детям, другом, особенно Александру. Очень был трепетный такой отец. Можно ли говорить о том, что процесс воспитания завершился формированием какого-то целостного мировоззрения, или вот по... Я спрашиваю, потому что вроде бы по одним оценкам исторических он не имел такой концепции, но мы-то знаем его как реформатора. Если можно, я этим специально занималась. Я считаю, что говорить... Во-первых, надо что сказать. Еще при окончании обучения у него было несколько предметов, которые прямо готовили его к царствованию. Это спиранские беседы о законах, причем и о республиканском строе, и конституционном... Обо всех. Они опубликованы. Это Канкрин, великолепный знаток финансов. И это Брунов, дипломат, первый помощник канцлера Несельрода, министра иностранных дел. Статистику вы преподавали специально? Статистику еще до этого преподавал. И теоретик военный Жумини. То есть вот эти предметы его прямо подводили к царствованию. Говорить о том, что у него было мировоззрение, я бы не сказала. У него, вот до воцарения, у него было мировосприятие, мироощущение, и он не был сторонником каких-то догм. Он никогда, он не любил теории, он не любил славянофильство как теорию, потом он панславизм не любил. Он, как все воспитатели и учителя отмечали, он был очень одарен щедрой рукой природы, всеми способностями и трезвого здравого ума. Причем он всегда видел объемно все. Заходил в зал, где 800 человек, он схватывал сразу все. Эту черту он любил и в сотрудниках, и графу Киселеву отпускал комплименты, потому что Киселев все сразу объемлил вместе. И вместе с тем, вот как говорила Фрейлина Тютчева, которая еще с молодой семьей цесаревны и цесаревича была хорошо знакома, конечно, она говорила, что у Александра особое сердце, сердце, наделенное способностью к прогрессу, доброта, его сердечность, отзывчивость, доброту, желание делать благо. Это отмечали все. Эта его черта обнаружилась, когда он оказался в Сибири в 37-м году, путешествуя по России, он же там встретил декабристов, и он сразу попросил отца помиловать их. Ну, отец не помиловал, но смягчил. Или в Вятке он увидел Герцена, который объяснял выставку металлических изделий, и тоже попросил смягчить. Николай разрешил переехать во Владимир. Александр Иванович Герцин, революционер, писатель, философ. В начале 30-х годов 19-го столетия вместе с Ниголаем Огаревым возглавлял студенческие кружки в Московском университете. В 1834-м был арестован, 6 лет провел в ссылке. С 1842-го жил в Москве, возглавлял левое крыло западников. В романе «Кто виноват?» остро критиковал крепостничество. С 1847-го года в эмиграции. После поражения европейских революций разочаровался в революционных возможностях Запада и разработал теорию русского социализма. В 1853-м основал в Лондоне вольную русскую типографию. В газете «Колокол» обличал самодержавие, вел пропаганду социалистических идей. Доброта это в нем проявлялось. Когда он воцарился, сначала он прямо воспроизвел поведение, политику отца. Но разобравшись в ситуации, он же хотел продолжать войну и после Севастополя. Но поехал на место, ознакомился в Николаеве, поехал в Крым, с главной квартирой военной ознакомился, взвесив все, понял, надо идти на мир. И он ведь пошел против основного течения. Он проявил вот такую решимость, твердость. И потом к реформам он шел в зависимости от влияния ситуации, обстоятельств. Но это было его личное стремление, и если можно, потом в разговоре я еще об этом скажу. есть подлинные материалы, его личные, и современников, которые его, причем совершенно разных, которые свидетельствуют, что он не просто вынужден был проводить отмену крепостного права, он этого страстно желал. Ждал, да, стремился. Вы знаете, конечно, в советское время, в советской историографии роль личности, она как-то недооценивалась, и ведь великие реформы не назывались великими реформами. В 1961 году мы не отпраздновали столетие освобождения крестьян, это не было каким-то событием, которое надо было как бы, хотя это событие перевернуло современную историю России, и положительное, и много отрицательное, но действительно он был сторонником реформирования, он был инициатором, потому что только сверху в той ситуации можно было эти реформы осуществлять. Это и хорошо, и плохо одновременно, может быть, об этом мы поговорим, но ведь долгое время оспаривался как бы тот факт, что, умирая, Николай I дал ему наказ освободить крестьян. Николай тоже понимал необходимость освобождения, он не мог найти путь, вот эти секретные комитеты, в которых впоследствии стал заседать и наследник, Николай I наследника включил в один из секретных комитетов. В 46-м и 48-м два комитета. дважды он был в этих комитетах, чтобы он набирался этого опыта, и то, что отец на смертном адре взял слово с сына, что он освободит крестьян, это подтверждается записью в дневнике его брата, Константина, тоже активного сторонника реформирования российской жизни, освобождения крестьян. Чем вот ваш архив может похвастаться из документов, многие, которые бы немножко сместили образ этого человека, ну, хотя бы возьмем начальный период его до воцерковления, чтобы так? Или как скажете? Не воцерковление, а воцерковление, Прошу прощения. Воцарение. Воцарение, да. Вы знаете, я бы привел другой пример, пример того, как мы получили архив княгини Юрьевской. Это огромный архив, в котором несколько тысяч писем императора, своей возлюбленной, а потом марганатической жене княгини Юрьевской. И вот у меня, после того, как я стал знакомиться с этими письмами, все их, конечно, прочесть невозможно, но у меня поменялось представление об Александре. Раньше мне казалось, что это был человек достаточно, ну, как бы это сказать, неэмоциональный, человек холодный. Почему? Потому что он внешне эту царственность свою, осанку, взгляд, манеру поведения очень хорошо проявлял. А вот в этих письмах, когда я начал читать, я понял, что страсти в нем бурлили, кипели. Спрашивают, вот вы получили эту любовную переписку. Ну, она не говорит ничего, так сказать, ну, чуть-чуть о каких-то политических событиях. Александр ей писал Юрьевской из фронта русско-турецкой войны, какие-то там упоминания о каких-то перестановках правительства. Но главное не в этом. Главное, что они раскрыли, да, историкам, которые еще предстоит раскрыть, их надо, они написаны по-французски у Юрьевской, чудовищный почерк, ее практически невозможно читать, да, но это страстный человек, страстный. И, конечно, по-другому начинаешь, во всем случае, для меня это было, по-другому начинаешь оценивать его деятельность. Ты понимаешь, что он, вообще считалось, что как бы он был более осторожный в вопросе реформ, брат Константин был более резкий, он все время толкал брата, брат нехотя, шел на это, но ведь это оказывается абсолютно не так. французский посол, граф Мурни, который приехал на коронацию как раз, был великолепно встречен Александром Вторым, он доносил Наполеону Третьему, что молодой император, он может быть не так величественен, не так театрален, как его отец, но он сделает, несомненно, я цитирую, гораздо больше для своего народа, чем сделал Николай Первый, и в гораздо меньше срок, чем за всю свою жизнь Николай Первый. Возвращаясь к вашему вопросу, что дает архив, директором которого является Сергей Владимирович? Еще в вашем архиве фонд Александра Второго, где его дневники с 26-го до 40-го года, письма в других фондах того же архива, его письма к отцу, огромная переписка, к брату Константину Николаевичу, который потом стал его первым помощником, к Борятинскому, к наместнику Кавказа, а так как они были друзьями, это очень искренние письма, они опубликованы, в которых речь идет далеко не только о Кавказе, но и о реформах, и вот я к своему удивлению, сначала я пропустила это как специальная вроде бы тема Кавказа, а потом я обратилась и там об отмене крепостного права великолепный материал, они опубликованы уже, Александр Второй делится с Борятинским, как дворянство противится реформе, но я все равно доведу до конца, он пишет в 57-м году, в 58-м году, сетует на борьбу в губернских дворянских комитетах, которые не хотят признать общее благо, а борются за свои корыстные интересы, то есть и просит Борятинского готовить реформу на Кавказе, и есть много материалов современников, причем совершенно разных, ну, например, Бисмарк, который был послом Пруссии в Петербурге в 59-м, 61-м, как раз время подготовки, он пишет принцу-регенту Вильельмова в Берлин, что реформы, которые готовит император, идут от его сердца, я цитирую, все, вот все, которые свидетельствуют, говорят о том, что он от сердца это дело. Даже такой суровый внешний человек, как Бисмарк, обратил на это внимание. Да, да, и Бисмарк, с одной стороны, от Тютчева совсем другое, тоже обратила внимание, или там сотрудник Константина Николаевича, Головнин, самый ближайший, это уже потом стал министром народного просвещения. Он свидетельствует, что речи Александра Второго на Государственном Совете по поводу отмены крепостного права, более половины Совета было против. Он пошел против этой большинства, что речи, он так и пишет, написаны не в какой-нибудь канцелярии, они не прочитаны, эти речи, они изливались прямо от сердца, и было видно, как это им все продумано, а не навязано как-то со стороны. Отмена крепостного права в России проводилась на основе положения 19 февраля 1861 года. Крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. Помещики сохраняли собственность на принадлежавшей им земле. Крестьяне были обязаны выкупать полученные от помещиков на дело, что в ряде мест вызвало массовое выступление. До выкупа крестьяне назывались временно обязанными и несли повинности в пользу помещиков. На местах реформу проводили мировые посредники, контролировавшие составление уставных грамот на каждое имение. 5 марта 1961 года, когда он оглашался в манифест, он по записи дневника Тютчевой пришел в два часа, чтобы взять дочку Марию на прогулку и сказал Тютчевой. Правда, сегодня такой день, как будто пасхальное воскресенье. И Тютчева записывает, он действительно был такой счастливый, но никакой примеси, гордыни, самолюбования. И он сказал, беря девочку на прогулку, я знаю, вы пишете дневник. Я вас спрошу Тютчевой записать все, что было сегодня в этот день. Я хочу, чтобы, когда Мари вырастет, она знала, как прошел самый счастливый день в моей жизни. Это подлинная записью. Самый счастливый день в моей жизни. И это подтверждает, конечно, его личное желание. Вы знаете, здесь очень важный момент. В советское время все время упор делался на то, что реформа проведена вопреки воле крестьян. И совершенно забывалось, что дворянство, помещики были, может быть, еще более сильным противником этого освобождения. И только насилие по отношению к своему как бы, как нас учили, классу, классу. Только насилие над ними. Причем были предприняты беспрецедентные меры. Вот Лариса Георгиевна сказала про губернские комитеты, которые для того, чтобы сделать тот проект, который был важен, и Александр понимал необходимость, были созданы редакционные комиссии, куда часть была выборная, а часть была по назначению от правительства, чтобы сформировать эти комиссии из людей, которые понимали необходимость освобождения крестьян. И такие видные общественные деятели, Самарин, Черкасский, ректор Университета Святого Владимира в Киеве, Бунге, потом он стал министром финансов, и редакторы газет, они вошли в эти редакционные комиссии, то есть общественность уже входила, правда, еще их назначали, но это были убежденные сторонники отмены крепостного права. Это 59-60-е годы редакционные комиссии подготовили проект, который потом под давлением Александра Второго проходил через главный комитет, и Александр назначил своего брата Константина, который был убежденным сторонником отмены крепостного права, назначил председателем, чтобы все-таки прошел. В Государственном Совете застрял, потому что большинство было против. Александр подписал мнение меньшинства. Параллельно отмене крепостного права и все других реформ судебная, какая великая реформа была земская, грозская, судебная. Перед Александром ставили вопрос. Тот же Бисмарк интервью брал у Александра Второго. А как же Конституция? Если вы отменяете крепостной прав, нужна Конституция. У Александра был четкий взгляд на это. Он говорил так. Я, как и мой дядя, Александр Первый, я не противлюсь идее конституционного монарха. Но Россия к этому не готова. И не готова не только крестьянство, но не готов и первенствующий класс дворянства. И поэтому еще рано вводить представительство. Он и Бисмарку это объяснил. То, что он непротивен в принципе идее представительства. Это в нем проявилось еще годы, когда он был наследником. Он попал не только к влюбленной Виктории, но он попал в парламент, где лорд Мельбурн брал отставку. И его письмо, он об этом пишет так, знаете, даже несколько восторженно. Такая великолепная речь и какое хладнокровие. То есть вот никакого отторжения от этого порядка. А когда он выступал в Гельсинфорсе, восстановив Сейм через полвека в 1863 году, он же там как конституционный монарх выступал, но говорил, что в руках народа Мудрого финны не восставали. У них была мирная оппозиция, в отличие от поляков. В руках народа Мудрого, который идет вместе со своим государем, я уверен, что вы покажете, что либеральные учреждения, это его фраза, либеральные учреждения полезны для народа и государства. Но Россия еще не дозрела. коняк, мы говорим о монархах, о наших крупных государственных деятелях, мы говорим, да, вот они служили России. Служить можно по-разному, иметь внутренне разное состояние. И вот то, что сейчас мы потихонечку очищаем образ императора Александра от ненужной шелухи, в том числе идеологической, накопившейся за достаточно большое количество времени, вдруг выясняется, что эти люди, понимая свою миссию, одновременно свой крест и рог свой, может быть, чувствуя, они служили, не оглядываясь ни на что, кроме истории, кроме того места, которое они оставят в нашей, в том числе, с вами памяти. Вот насколько глубоко он понимал это, может быть, с самого начала или не с самого начала. Человек, который отварился на такие реформы, это надо иметь большое мужество, можно было бы спокойно жить и царствовать. Вы понимаете, представление такое, вот эти монархи, эти кровавые Романовы, они там, кроме разврата, ничего России не принесли. Я уж молчу об образе к созданному эпистолярным жанрам вокруг императора. Это все очень такая примитивная, глупая, несоответствующая действительности, идеологическая какая-то конструкция. Безусловно, и Николай Первый, и Александр Второй, Александр Третий, и Николай Второй, они понимали, какая великая ответственность лежит на их плечах. К сожалению, у них были разные человеческие качества. Николай Второй страдал от того, что его надо принимать министров. Он был нерешительный человек, упрямый, но нерешительный. Он не очень хорошо понимал, но он был патриот. Он делал ошибки, но он делал эти ошибки, думая, что он совершает благо. Александр Второй его воспитывали как монарха, как человека, который будет отвечать за судьбы миллионов подданных. Он царствовал 25 лет. Это четверть века, это огромный срок. Кстати, примерно столько же царствовал и Александр Первый. Я хочу вернуться к вопросу о конституции. Это был проект Лоис Меликова, это, конечно, была не конституция, это было участие выборных в обсуждении, не в принятии законов, в обсуждении, но ведь есть документы, и мы их получили в составе архива Юрьевской, которые говорят о том, что он, сочетавшись с ней марганатическим браком после смерти императрицы Марии Александровны, он сочетался с ней браком. У него были идеи объявить ее императрицей и в тот же момент отречься. Это не доказано, это загадка, потому что у нас есть выпечатки из его дневника, которые сохранились в архиве Юрьевской, неизвестно, кем сделаны, и сам дневник не сохранился. Но это примерно те же мысли, которые его дядю Александра Первого посещали. И он много раз в письмах Александра Первого писал, что вот я отрекусь, не буду царствовать, мы будем жить с моей женой тихой жизнью на берегах Рейна. Нет, потом все-таки я должен царствовать, потому что я не могу оставить Россию в таком неустройстве, в котором оставил мне его отец. Вот я все устрою, вот тогда я отрекусь. Затем уже эти идеи его оставляют, и только в конце жизни он приходит к мысли, что все-таки он очень долго царствует. Ну, в конце концов его силы, хотя было 49 лет ему, да, Александру Первому, он совершенно был еще по нашим меркам человек совершенно молодой, да, но вот это бремя власти, бремя ответственности, которое, конечно, они осознавали, оно давило и говорило о том, что все-таки когда-то это надо передать, ну, и, я думаю, что здесь и у Александра Первого, и у Александра Второго была идея и у Александра Первого был конституционный проект, и у Александра Второго был конституционный проект, при передаче власти это вообще самый удобный момент, передаешь власть своему наследнику и обставляешь это определенными условиями, ну, это моя гипотеза, это не утверждение. Кстати, у Николая Второго такая же была ситуация, только в более трагический момент истории. Ну, про Николая Второго можем поговорить отдельно, это... Там тоже ведь обсуждались разные варианты, вы поставили такой точный вопрос, я согласна со всем, что говорил Сергей Владимирович, но ответ на точный ваш вопрос, насколько он понимал нужды страны, насколько осознанно шел, абсолютно. Когда он преодолевал сопротивление дворянства отмене крепостного права, он писал к Борятинскому, я не сверну с этого пути и уверен, что это дело будет на благо нашей дорогой родины, так и пишет дорогой родины, если не сейчас, то для наших детей и внуков. И та же самая мысль 20 лет спустя, когда последний год его жизни и он с Лорис Меликовым завершает реформы, хочет, и создать вот это общее представительство выборных от земства и городов при Государственном Совете только для обсуждения, как вы сказали. Он подписывает это правительственное сообщение 1 марта 81-го года. он подписывает это правительственное сообщение для оглашения и говорит своим двум старшим сыновям Александру будущему императору и Владимиру следующему. Я понимаю, что мы делаем шаг, первый шаг Конституции, но Лорис Меликов одновременно говорит, что я против парламента или созыва Земской Думы. Мы делаем только первый шаг. Парламент или Земская Дума это сделают наши дети и внуки. То есть Александр осторожно, но в одном направлении двигался. эволюционно. И слово осторожно это его слово. Он Борятинскому пишет. В моей ситуации, когда такое давление, мне надо быть очень осторожным и философски относиться ко всему. Так и пишет. Сладывается иногда такое впечатление, что царь может продавить своим указом и все пойдет как помасывали, все сделают под козырек Дело в том, что вот этот процесс полемики, его нужно было вести, это была большая работа. И просто так свернуть эту машину, убедить какую-то часть, то есть меньшинство, тоже нужно было. Вот как охарактеризовать вот эти усилия, они же были длительные, последовательные, продуманные. Потому что кажется, что вот реформа, документ вошел, документ вышел. Я об этом думала, почему. Реформу, самую главную отмену крепостного права, проводил лидер, большой государственный деятель, Николай Алексеевич Милютин, еще недостаточно оцененный нами, но оцененный сразу в Европе. и 19 февраля 1961 года принято, а через два месяца в отставке тот, кто вел. И назначен новый министр Валуев, который был оппонентом. И долго в литературе существовало такое мнение. Вот Александр Шарахаев «Политика немыслимых диагоналей». Я разобралась. Да, он назначил Валуева, потому что скрежет зубовный, по Салтыкову, стоял со стороны дворянства. Но он воли Валуеву не дал. Одновременно готовила земская реформа и судебная, до которой мы никак не дойдем. В том, что он должен был вынужден лавировать. Он правильно, он должен был. Было все не просто так. Самодержец, но тем не менее. Это совсем не просто. Он должен был лавировать. И одновременно он и телесные наказания отменяет. Он много... 1963-64 годы это колоссальное реформаторство. Военные реформы начаты. университет. Университетский устав 1963-го года. Всесословность в гимназиях, в университете. Но где-то он успокаивает вот эту оппозицию. Он же знает историю России. Не может с этим не считаться. Но у него вот, по-моему, в нашей литературе есть такое мнение, что делится царствование на два и потапа. До 1966-го года, до первого выстрела Каракозова. И после, потом уже как бы к реакции. Это неверно. Он лавировал, он несколько отступал, но линия стратегии у него была одна. Он начал великие реформы, и он кончал великими реформами. И еще я хочу сказать об Александре Втором, что мне кажется, великой его заслугой, потом утраченной. Он обращался к общественности, к либеральной, просвещенной общественности. И как при великих реформах вот в конце 50-х, начале 60-х, так и в конце царствования Лорис Меликов и Александр его поддерживал, они шли навстречу к либеральной общественности. Вот была сопряженность верхов политики и общественности. Это было утрачено после него. Реформа 61-го года. Действительно великая реформа, освободили крестьян. Кстати, рабов в Америке освободили несколькими годами позже. Рабов. Рабов, рабов. И в кровавых битвах. И, кстати, вот тоже параллели Линкольн тоже был убит за то, что он освободил рабов. И в конце концов Александр тоже пал от руки террориста. Но я сейчас хочу сказать о другом. Вот насилие. достаточно ясно, что самодержавие путем насилия эту реформу провело. Но благодаря сопротивлению консерваторов эта реформа не была такой радикальной. Она не решила крестьянского вопроса. До конца. До конца. Действительно существовали отрезки. Действительно крестьяне не получили столько земли, чтобы вести самостоятельное хозяйство. Не получили кредиты на покупку современного. Это долгий разговор. И помещики тоже не получили достаточной компенсации. Хотя была компенсация, выкупная сложная операция, выкупали не землю, а выкупали свой труд. Государство в этом участвовало. Тоже великий Николай Алексеевич Некрасов в своей помимо «Колуна Руси жить хорошо» сказал великие слова. Разбилась цепь великая, разбилась, разлетелась одним концом по барину, другим по мужику. И вот почему Александр при всем своем понимании необходимости реформирования России не решился на радикальное реформирование? Это, мне кажется, объясняется тем, что это был бюрократический путь. Возможно, в России другого не было, ведь Западная Европа развивалась совершенно по другим законам. Там общество, создалось третье сословие, можно называть его как угодно, буржуазия, третье сословие, еще как-то, но явно, что создавалось некое гражданское общество, которое изнутри бурлило, оно требовало от правительства, чтобы правительство защищало не только интересы феодальной аристократии, а чтобы их интересы, промышленников, предпринимательных, собственников, их интересы были, и оно было двигателем этих реформ. Оно путем революции, путем эволюционного развития, у нас же не было этого третьего сословия. Александр в борьбе и с крестьянами, которые тоже не приняли этой реформы, и с дворянством, с помещиками, которые тоже не приняли, должен был на что-то опереться. Это, наверное, тот самый просвещенный консерватизм, о котором сейчас некоторые говорят. Вот просвещенный консерватизм, либерализм, неважно, должна быть какая-то опора, но эта опора тоже не давала бюрократически возможности широкого маневра. И вот эти колебания, вот эти смены, они не свидетельствуют о том, что у самого Александра Второго не было уверенности в правильности курса. Он никогда не сомневался, что этот курс должен быть такой. Вопрос был о реализации, как идти вперед. И вот, может быть, я не прав, но вот в реформе 61-го года, в нерешенности христианского вопроса, это правильно, и Ленин написал, не будем говорить, что Владимир Ильич был такой уж совсем глупый человек, он писал, корни революции 5-го года, 17-го года, в конце концов, сталинских колхозов, которые в конце 20-х, в начале 30-х годов вернули крепостное право в такой форме чудовищной, да? Другой вопрос, почему? Все-таки лежит нерешенность крестьянского вопроса в царствовании Александра Второго. Это истоки там. Программа наша подошла к концу, я благодарю, конечно, моих гостей за интересную беседу, а с вами, уважаемые зрители, мы встретимся ровно через неделю, чтобы продолжить, как всегда, наши экскурсы в историю, в историю в поисках истины. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова